Всем привет! С вами я, Дмитрий Фреско. Вы смотрите кулинарную пропаганду. Вчера остро захотелось торта, прям вот аж скулу сводило, как хотелось сладкого. Пошел в магазин, ходил бродил между прилавками, так и не смог определиться какой выбрать. В одно сплошной шоколад, если мне захочется шоколада, я просто шоколадку съем. Другой весь целиком из джема состоит какого-то. Если мне захочется джема, куплю банку джема. А третий вообще какой-то не торт, а торт мороженое. Короче, плюнул и пошел в отдел полуфабрикатов с заготовыми коржами для торта, потому что духовку включать не хочу. На улице в тени жара под 40 градусов, дома кондиционеры не справляются, тут с ней сдохнешь просто. Так что быстренько сейчас соберу тортик аж с целыми тремя разными кремами. Первый это будет шоколадно-медово-коричневый ганаш. Я вам такой показывал, конфеты из него делал, если пропустили щелкать, да посмотрите. Второй будет клубничный слой, а третий такой сливочно-маскарпунно-ванильный крем белый, очень вкусный. Итак, для ганаша мне понадобится молочный шоколад, черный шоколад, немного меда, корицы, чуть-чуть сахара, сливочное масло. Для клубничного слоя клубника я взял замороженную, вот она уже разморозилась, сахар и несколько листочков желатина. И для маскарпунового сливки, сахар и ваниль, ванильный экстракт. Да, кстати говоря, для ганаша тоже сливки понадобятся, сабыл сказать. Так, все вроде назвал. Начну я с шоколадного слоя. Сливки грею в микроволновке. Ложку сюда, чтобы не вскипели неожиданно. Пока я мед смешаю с корицей. Сливки грею в микроволновке. И опять подогреть практически до кипения. Если сразу будете много ганаша готовить, то греть все удобнее на плите. Сахар надо превратить в карамель. Чем сильнее прогреете, тем более насыщенный вкус карамель получится, тем более коричневая будет, в конце концов. Тем вкус будет мощнее, что ли. Ну, так достаточно. А теперь в карамель по частям вливаю практически кипящие сливки. Естественно, тщательно размешиваю каждую часть. Все это надо делать при постоянном нагреве. Важно, чтобы карамель растворилась. Отлично. То, что надо. Все, пусть остывает. Мне нужна температура 40-45 градусов. Я займусь шоколадом. Его надо растопить при помешивании и нагреть до тех же 40-45 градусов. Грею на максимальной мощности 10-15 секунд. Кроволновка греет неравномерно. И если оставить шоколад в ней хотя бы на минуту, то какая-нибудь часть шоколада где-нибудь в каком-нибудь месте может перегреться и сахар начнет гореть. Поэтому 10-15 секунд грею. Перемешал. Убрал. Еще 10-15 секунд. Подогрел, вытащил, опять перемешал. И вот так вот коротенькими кусочками греем, перемешиваем и догреваем до совершенно жидкого состояния. И контроль температуры, конечно. Нам нужно догреть до температуры 40-45 градусов. Еще немного. Ну, либо можно греть на водяной бане. Будет все то же самое. Ну, не в микроволновке удобнее. Отлично. Так, что тут с конечно карамельными сливками? С ним все в порядке. Так, с ганашом практически закончил. Его нужно остудить примерно до 25-30 градусов, а потом вмешать в него размягченное сливочное масло. Пусть пока остывает, займусь старым слоем. Листы желатина в прохладную воду на 4-5 минут. Ну, 6. Ягоды заправить сахаром и блендернуть. И вот теперь начинаю потихоньку прогревать. Может до кипения довести, а можно просто подогреть чуть-чуть и не париться. Просто немножко сложнее будет желатин расходиться тогда. Его уже можно отжать и добавить. Все, начинка второго слоя готова. Тоже пусть остывает до комнатной температуры. Кстати, и ганаш, наверное, тоже уже остыл. Проверяем. Отлично. Масло сюда и до однородности. Все. Ну и с третьим слоем осталось разобраться. С ним вообще все просто. Холодные маскарпоне, холоднющие сливки, сахар и ванильный экстракт. Или ванилин, или сахар ванильный. Короче, что найдете. Все это нужно взбить до однородности. Главное не переусердствовать, иначе крем может расслариться. О, смотрите какой. Достаточно. Ну, видите, и получаса не прошло, а три крема уже готовы. Собираю тортец. Для удобства буду использовать разборную форму и бортовую кондитерскую ленту. Хотя, знаете что, добавлю-ка я и в ванильно-сливочном скарпоновый крем, тоже немного желатина. По той же схеме замочить на несколько минут. Затем отжать, добавить и перемешать до однородности. Хочу, чтобы верхний слой тоже хорошо форму держал. Ну, а теперь можно и к сборке торта приступать. С бортовой кондитерской лентой. Панты, конечно. Можно без всего этого обойтись прекрасно. Чтобы не растекались эти крема, нужно просто их охладить чуть посильнее. И тогда просто на тарелке собирайте свой торт и не парьтесь. Да, я, конечно, буду выпендриваться. Все, теперь убрать в холодильник на несколько часов, чтобы слои стабилизировались и можно есть. Торт провел в холодильнике примерно 4 часа, после чего я его переложил в морозильник на час. Для того, чтобы бортовую ленту было проще снять. Так что осталось только украсить и съесть. Для украшения я собрался использовать какао-порошок, ягоды и сахарную пудру. Так, ну выглядит, конечно, не ахти. Что интересно, со вкусом? Вот этот вот кусман. Ах, кусок крема вот этого ванильного отвалился. Сейчас я его поцеплю. Мм? То, что я хотел. Прям вот класс. Примерно равномерное соотношение по бисквитной части и по кремовой. При этом шоколад чувствуется. Причем шоколад такой классный, с корицей. Он вкусный. А вот этот вот джем клубничный получившийся, с кислинкой ягодой, очень свежий, очень такой, ну не тот джем, который варят. Потому что здесь же свежая ягода. Вот свежесть такая прям супер. И нежная-нежная-нежная такая мягкость вот этого крема ванильного, сливочного. Ой, а если из ягодок еще? Почему такие торты не продают, а? Вот скажите мне. Неужели сложно сделать? Даже если бы дорого стоило, я бы такие покупал. Честное слово. Короче. Спасибо за компанию. Всем пока. А я по тортику. А-а-а. Как вкусно. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому.